Приветствую вас на моем канале. Сейчас в разработке у меня проект, который задумался как сигнализация для велосипеда на базе акселерометра МПУ 6050. С помощью которого можно отследить, что велосипед находится в покое на стоянке, что его кто-то там отклонил от горизонтали, от начального положения, движется он и прочие параметры. И постепенно этот проект возрастает во что-то большее. Поэтому он пока еще не закончен и никакие файлы я выкладывать не буду, а просто покажу промежуточный результат. Изначально идея была, что на велосипеде стоит контроллер, акселерометр модуль и GD-Y40, плата на 2,4 ГГц для радиоуправления. То есть пульт дистанционного управления беспроводной для постановки на сигнализацию и снятия с нее. И в процессе проектирования я захотел все-таки сделать управление световыми приборами. То есть изначально у меня требование было два. Это вот сигнализация на базе акселерометра и кнопка для управления пьезосиреной. Она уже завязана на сигнализацию. Потом встал вопрос, как этим всем управлять. В качестве контактного способа для включения и выключения сигнализации я скорее всего буду использовать таблетку доступа iButton, работу с которой я уже рассматривал на канале. Надо только найти небольших размеров этот пятачок, контактную площадку, чтобы она мало весила и была маленьких размеров. Более интересно дистанционное управление, включение и выключение сигнализации и прочие функции на базе GD-Y40. Поэтому сюда добавились эти модули. Возникла необходимость цветовой индикации режима. Был добавлен светодиод WS2812B управляемый. И в конце концов на данный момент я пришел к следующему. Что это устройство будет также управлять световыми приборами, которые расположены сзади под сидушкой, либо на багажнике. И управляться будут с пульта дистанционного управления по радиоканалу, который во время езды будет крепиться на руль. И на нем будет пока скорее всего 6 кнопок. Это включение и выключение поворотников. Левый и правый. Это звуковой сигнал. Это ночной режим, когда сзади постоянно горит красный свет и периодически мигает на полную яркость. И продолжение проекта аварийных стоп-сигналов на базе этого акселерометра. Также будет скорее всего такая реализация на велосипеде, что при резком торможении будет мигание красным цветом для предупреждения участников движения, которые идут сзади. Сразу по поводу этого устройства аварийных стоп-сигналов на базе Тини-13. Один из подписчиков проводил эксперименты. Заснял видео с акселерометра на мобильном телефоне, где строятся графики при езде на автомобиле. Получить общее представление, как будет вести себя акселерометр при движении автомобиля по кочкам, в горку, при резком торможении, при плавном торможении и так далее. К сожалению, в Тини-13 нормальный проект вот этих аварийных стоп-сигналов для автомобиля не влезет. Потому что там необходимо либо накопление данных, либо фильтр низких частот, который я сейчас поставил, отдал на тесты прошивку. Поэтому, возможно, в скором времени появится нормальная рабочая версия данных стоп-сигналов. Но она будет на контроллере с большим объемом памяти, от Тини-45 или 85. Но у меня 85 в наличии, поэтому скорее всего на них. Вот такое отступление, которое в будущем планируется сделать на велосипеде. Итак, на данный момент я сосредоточился именно на управлении световыми приборами. То есть вот у меня 4 кнопки, они идут на один канал АЦП. И еще одна или две кнопки будут идти на прерывание в брелке, в пути управления, которые уже будут выключать сигнализацию. Эти 4 кнопки это левый и правый поворот, включение ночного режима и звуковой сигнал. Поэтому сейчас я работаю именно над вот этими 4 функциями. Скорее всего сегодня буду печатать корпус на 3D принтере для иллюминации, для светодиодов, которые будут размещаться сзади велосипеда. И постепенно, поэтапно все это буду показывать. Ну, сильно растягивать конечно не буду, но промежуточное видео вот решил снять. Итак, тут у нас что? Это брелок для управления. 4 кнопки, еще плюс там одна или две будет. Контроллер скорее всего будет от Mega328P. Не знаю в каком виде, или на плате Arduino Mini, или буду делать свою плату, пока не знаю. Потому что для работы с GTY40, где у нас интерфейс RS232, протокол асинхронный, нету импульсов синхронизации, все завязано на времени. И я не хочу беспокоиться о том, что частота внутреннего генератора, если мы используем контроллер какой-нибудь, ну от TENY85, к примеру, без внешнего кварца. Мне не надо будет беспокоиться, что его частота будет гулять от напряжения питания, от температуры и прочее. Поэтому именно контроллер с внешним кварцевым генератором или резонатором буду использовать для передачи данных. Это модуль GDY40, 2,4 ГГц, в котором есть функция регулировки мощности передатчика. Для индикации на брелке будет один или два светодиода WS2812B, управляемые по одному проводу. Можем задавать любой цвет свечения. И питаться это будет от литий-ионного аккумулятора. Все, это у нас промежуточная плата для согласования, не обращая внимания. Это тоже просто там контакты. То есть вот четыре основных элемента. Это клавиатура кнопки управления, контроллер, светодиод для индикации режима и приемопередатчик GDY40. Это у нас брелок. Приемник, контроллер тот же самый. В данный момент плата Arduino Nano. Здесь просто плата разводка, питание. Акселерометр МПУ6050. Пока не используется. Сейчас именно по светодиодной индикации звуковой. Также модуль GDY40, приемник передатчик. Пьезоэлемент. Пока такой для отладки. Потом будет более мощное устройство. И светодиодные модули. Скорее всего будет вот в таком виде. Четыре светодиода на расстоянии по два сантиметра друг от друга. Вот таким образом это один элемент в заднем фонаре, скажем так. И второй точно такой же будет еще на небольшом расстоянии от него. Пока вот один модуль сделал. И второй здесь будут четыре светодиода работать. И при нажатии на кнопки. Один из поворотов. Здесь они общаются друг с другом. Видят, что команда принята. И вот сигнализирует, что все нормально, команда принята. Видим, мигает левый поворотник. Отдает маленько зеленоватым цветом. Нужно еще подстраивать. Ну, здесь будет желтый цвет. Видим, что мигает вот один, условно говоря, левый поворотник. Если мы нажмем еще раз на эту кнопку, то он выключится. Нажимаем на другую. Мигает правый поворотник. Еще раз левый. Правый. Думаю, что яркости данных светодиодов будет достаточно даже для движения в дневное время. Это сейчас не полная еще яркость. И корпус будет из прозрачного ПДЖ пластика. Таким образом, на расстоянии. Вот так вот слишком прозрачно. Ничего не рассеивается. На небольшом расстоянии от корпуса будут таким образом размещаться светодиоды. Думаю, будет нормально. Так, это у нас поворотники. Звуковой сигнал. Пока держим кнопку, идет звуковой сигнал в любом режиме. И еще один режим, это ночной. Таким образом, горят небольшой яркости, достаточной в сумеречное время. И кратковременно вот такой мырк происходит на полной яркости. Все тайминги потом еще подрегулирую, как будет лучше смотреться в железе. Если мы в этом режиме включаем поворотники, то красный цвет выключается, работает только поворотник. Закончили поворот. Выключаем, обратно включается ночной режим. И здесь этот диод горит белым цветом. Показывает, какой режим у нас в данный момент включен. Выключаем. Вот такой проект планируется сделать. Сначала думал на руле делать проводом, проводить какую-то там, делать клавиатуру для включения всех этих режимов. Но потом подумал, почему бы не сделать все это на брелке. И брелок так вот вставлять, как велокомпьютер, на руль велосипеда. Надеюсь, что получится сделать адекватный для него держатель. Еще что планируется, это добавление режимов охраны. Уже так наметки делал, проверял с акцелерометром, как он работает. Потом, как я говорил, режим аварийного торможения. И также, скорее всего, будет режим маячка. То есть, велосипед передавать сигнал, начиная с максимальной мощности передатчика. И если приемник его поймал, то он говорит, что есть, вижу. Горит там один цвет, допустим, красный. Тогда передатчик понижает свою мощность, опять отправляет пакет. И так далее. То есть, можно будет с расстояния, постепенно приближаясь, по горению светодиода, определить, где конкретно находится передатчик. Ну, расстояние, конечно, не очень большое. Тесты на открытой местности отдел и на закрытой тоже. Зависит от окружающей обстановки. Но, думаю, будет все равно функция полезная. И также, думаю, сделать функцию охраны палаточного лагеря. К примеру, вокруг лагеря обнести леской тонкой. И при задевании лески срывается какой-то датчик с данного модуля. И он задает звуковой сигнал, поднимает тревогу. Планирую еще такую функцию. Вроде бы пока все. Если есть еще интересные варианты, то предлагайте. Готовиhm. Продолжение следует...